Всех приветствую! Сегодня мы в деревне Хаймбург. Ну, время уже, блин, сколько время-то? Уже 10 минут четвертого. Сегодня мы поздно поехали. Там церковь какая-то выглядывает. Просто прогуляться. Погода чисто весеннее, тепло, светло. Правда, сейчас облачка, солнышко было. Пчелки работают. Ага, пчелки вон, Илья. Илья, поприветствую всех. Всем привет, всем добре. Вот так деревья уже цветут. Беленькие, кусты желтенькие. Красиво, в общем-то. Чего могу сказать? А запах не передаст. Запах, говорит. Да. Это мы не сможем передать. А если бы еще не курил, то вообще запахи еще сильнее бы чувствовал. Помню, бросал курить. Ходим, короче, тропинку ищем. Не можем найти. Вон туда хотим забраться. Вот там беседка у нас. Ты имеешь в виду вот эта тропинка, что ли? Да, да, да. Ну, пошли. Может быть, это и есть тропинка? Не знаю, честно говоря. Посмотрим. Все может быть. Тут футбольное поле. футбольное, гонбольное, да. В яме такой. Хорошие дожди пройдут. Тут потом, наверное, долго нельзя играть, да? Тут смотри, яма, озеро, наверное. Да, скорее всего, потом плавать тут можно. Многофункциональный. Да, многофункциональный этот, спортивная площадка. Так, а завтра у нас пообещали уже похолодание. В общем, один день весна, а потом опять похолодание. Ну, потом вроде где-то туда дальше опять потепление с погодой. Тут, короче, не угадаешь. Сегодня как бы, ну, Илья до двух, поэтому мы раньше и не могли выехать. Одному, честно говоря, тоже иногда не очень хочется куда-то идти. Там вот, смотри, холмы интересные такие, высокие, но они почему-то голые, деревьев практически нету. И там мы ехали еще в горах. Я уже давно их присматриваю, но пока на гогол планет не могу найти эти башни на горах. Высокие такие выглядывают. Ну, когда-нибудь я их найду, доберусь. Тут что-то вот с камня выложено непонятно, что к чему. Кушарями все заросшее. Так, Хаймбург. А, кстати, его вспомнил. Мне там в комментариях интересы написали. Знания истории – ноль. Знания архитектуры – ноль. Деревни не знаешь. Как тебя в Германию пустили? Это, наверное, человек, кто в Казахстане живет, написал. Это где-то на десятки, а то и на сотни километров ни одной деревни, блин, ни одного аула. Тут, блин, через каждые два-пять километров деревня, тут пипец деревни выучить. И куда ты пошел? Тут нет тоже тропинки. Мы тропинку туда найти не можем. Там я вижу, какая-то через заросль идет маленькая тропиночка. Ладно, я пока выключу. Ну, в общем, а, про историю. Да, историю. Если человек пишет историю, знает или говорит, что он ее знает, это не факт, что он ее знает. Да что-то вообще не то. А ну нафиг. Тут дебри, тут надо вон у пацанов было спросить. Пошли еще дальше, Левей. Там... Че, не-не? Да, пошли, Левей. В общем, если кто-то знает историю или он так думает, что он знает ее, если туда хорошо погрузится, то он поймет, что он ее не знает и вообще ее никто не знает. Ну, там каких-нибудь сто с небольшим лет, может быть, а все ждать, все там, что дальше, это знаете, все под вопросом. Так, по архитектуре? Ну, по архитектуре что, архитектуру я знаю. Есть античность, есть кирпичность, есть бетонная цивилизация, этого уже достаточно. И промежуточная там куча. А, есть еще мегалитическая, про которую вообще нет никакой информации. Ладно, сейчас мы походим, может быть, мы найдем все-таки проход. Наверное, все-таки где-то там был проход или где мы начинали свой маршрут. По-любому тут нету. Во-первых, круто, хотя, может быть, где-то еще левее. Ладно, пойдем искать. В общем, как я говорил, Илье надо МЧС вызывать. Он говорит, я тут был, сейчас мы быстро найдем. Не, ну, слова нету, парковку он нашел и помнит. Главное, дорогу туда совсем не помнит. Короче, прошли мы совсем в другую сторону. Там все закрыто на крючей и засовы. Короче, идем мы обратно. Ну, ничего, зато деревню вам покажем. Мы просто так гуляем же. Вот, кто-нибудь видел вот такую вагонетку? Я думаю, не все видели. Я-то видел их дофига и больше уже. Ну, железо какое, вон какие колеса. Моща мощная. Ну, типа, где-то тут что-то добывали, наверное, может быть. Там, кстати, на горе я вижу какую-то каменную кладку. А я тут не был. Ну, как бы, видел эту беседку. Ну, вот, когда видишь просто беседку, не очень-то туда хочется идти. А мне сказали, там, обзорчик неблагой. Ну, и тем более прогуляться по-быстренькому. Это, во-первых, недалеко ехать. О, какие ворота хорошие, большие. Недалеко ехать и... Что я хотел еще сказать? Ну, идти недалеко. Как-то так. В общем, быстрая прогулка. Я хочу тут церковь должна показаться. Туда показать ее чуть-чуть. Не хочу туда идти. Находился уже по этим церквям. Ну, она небольшая такая. Ну, как бы, для деревни все равно крупная довольно церквуха. Ладно. Ну, вообще, деревни-то я знаю вокруг, которые близко. А которые чуть дальше я, конечно, не знаю. Я же сказал, они через каждые 2-5 километров тут все деревни выучить. Просто надо какую-то универсальную память иметь. А у меня вообще на слова плохая память. Поэтому, если надо, найду, прочитаю. Не надо, даже не читаю их, потому что их так много, что ну их нафиг. А что, возьмем, я в Кустанайской области жил, в Казахстане. Так нифига, сколько я там совхозов знал. Ну, это... Там уже не на десятки, там на сотню километров. А целую сотню километров. Вот, тут стена какая. Ну, тогда у меня, конечно, и память была другая. Не то, что сейчас уже совсем дрявая становится потихоньку. А может, не становится. Может, то, что сильно много постоянно новой информации, и поэтому просто места не хватает. Надо это... Как ее... Как называют? Жесткий диск добавить себе. Расширить парки 20. Да. Вместо памяти расширить. Диск сшить на несколько терабайт. Гигабайтами не будем мелочиться. Терабайтами. Мне точно терабайты нужны. Ну, вот, здание стоит такое, полуразрушенное, блин. Ну, действительно, смотри. Оно и камень там, и кирпич, и все, что хочешь. Ну, короче, тут лепили все, что можно и нельзя. Вот за этим зданием он, наверное, сказал, да, тропинкой? Там вот он сказал же, пожар, вон, крыша загоревшая. Ну. А тротуар, смотрите. Блин. Ну, это для меня с Ильей. Кто-нибудь попал в ней, тут ему надо уже на дорогу выходить. Круто. Могли бы чуть-чуть правее сделать, там места больше. Ну, вот, как-то иногда делают, как попало. О, я слышал, у нас в Хальберштадте одно дорожное кольцо хотят сделать. Я прям в шоке. Я не удивлен так, как это они решились. Ну, пока одно. Хотя там пару светофоров можно всего оставить, ну, максимум пять. Я его так и называю. Не Хальберштадт, а Ампельштадт. То есть, скорее всего, вот тут… Там? Здесь похоже на двор. Скорее всего, там. Вот тут кирпичное огромное здание. Это, да, сгоревшее какое-то. И что-то его никто даже не пытается восстановить. Где-то тут должен быть проход или… В принципе, мы уже на это… На краю деревни, вон, знак видно. Начало деревни, жёлтенький там выглядывает. Либо вот здесь, вот налево, либо где-то… По-моему, здесь или… Я же… Я же успел глянуть, но так я быстро глянул. И мне показалось, что я уже всё понял. Ну, Илья меня тут запудрил в мозги. Я, говорит, знаю, где это. А кто-нибудь, как всегда, надо крайнего же найти. Ты как хотел. А чего ты не читал раньше? Ну, я на тебя понадеялся. Ты сказал, я знаю, я там был. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Бля-ля… Ну, ничего, по деревне прошли. Видишь, мы даже деревню показали. Ладно, тут не будем показывать. Если что интересно, я включим. Во, да какие здания. Одно тоже сгоревшее. Вон, по этим брусьям видно сверху. Тоже сгорело. Но оно такое основательное. Давай заглянем туда. Не хочешь заглянуть? Не, ну может купим, восстановим, будем жить и радоваться, детей наживать, блин. О, ёпара святая, да, тут внутри прикольно. Стены такие капитальные, а вот даже это откуда-то воткнули такой блок с песчаникой обработанным, явно не отсюда. Стены какие толстые, нифига, там где-то около метра, блин, толщина. Да метр точно есть. Нифига себе, стеночки. Я-то думал, оно так себе такое. Причем, что-то окна какие-то маленькие, как-то они вообще никуда. Ну, если тут это, вот по тем окнам смотреть с решетками, предположить, что тут каталожка была, ну, не туда. Слушай, тут, наверное, это, тюрьма какая-то маленькая была. Тюрьма маленькая, откопанная была, видишь, окна маленькие какие-то. Что там интересного? И тут, видишь, что-то одно окно откопали, а дальше нет. А что, вот тут видно же откопанное, одно окно, а дальше сил не хватило или как? А тут, да. О, нифига, тут высоко как. Ого! Это я стою, ну, как минимум. Вот это, нифига, там двери какие были. Два с половиной, может, даже три метра. Ну, тут где-то около четырех метров я стою высота. Ага-га-га-га. А там что? А там ни хрена. Там тоже все запустение ужасном. Ну, да ладно. Там, кстати, вон, походу тут просто этажа не хватает. Вон там дверь кусок, остаток. Да. Такой небольшой кусочек остался почему-то. Зачем было сносить это все? Непонятненько. Огорожено даже было сеткой. И вот видите, как в землю уходит все. Тут что-то откопали одно окно, тут, наверное, еще там окна есть. Но кому-то сил не хватило откапывать. Сказали, ну, нафиг. Пускай они под землей торчат. Как у меня в первой квартире в подвале. Два огромных окна под землей, и не было вообще выхода. То есть там еще вера грунта был еще выше окон прилично, где-то полмитра по-моему. И, в общем, туда трубы воткнули. И все. Вот дом. И камни, и дерево, и все, что хочешь. А эта стена вот раз с окнами заканчивается, такая прикольная. О, мы где-то там внизу были, а сейчас уже тут наверху. Чего, я пока выключу, ничего интересного не вижу. А тут сюда заходишь, интересно, как в сказочном лесу. Вот этот вьюн зеленый, вот про который я часто рассказываю, он вот этот вьюн, вот он на земле стелится, вот он круглый год зеленый. Зимой, когда снег лежит, и вот эта зелень выглядывает, вот эти столы, стволы оббитые вот этим вьюном зеленый. Так прикольно смотрится. Ну, тут как в сказочном лесу таком заходишь. В какую-то сказку мы попали. Надеюсь, мы каких-нибудь тут ужасных тварей не встретим. Надеюсь, положительных. А, у меня пулька на мне, блин, мне пофиг. Так, а с этой стороны меньше вьюном оббило почему-то. Странно, конечно. Иногда какие-то вещи непонятные. Где-то не добрался, он еще не дорос, наверное. Наверное, долго растет. Мы его, кстати, пересаживали чуть-чуть, когда я в парке работал. Там корни такие малепусенькие. Его так очень тяжело пересаживать. То есть нету нормальных корней. Но проще, самый простой вариант, это просто слой земли срезать вместе с ними и и куда-то прилепить. Так, куда мы забрались. Вон, ну высоко уже. Вон там автобан видно. Машинки туда-сюда шныряют. Пошли дальше. А вот и стена, которую, про которую я говорил там внизу. Ну, уже подходить уже неохота. Устал. Ну, в принципе, там чего разглядывать. Камни налепили все подряд. Слушайте, я подъем сюда такой тяжелый, крутой. Вот дыхалка. Дыхалка совсем никакая. Память совсем никакая. Блин. Скоро на списании. Еще, надеюсь, побарахтаться какое-то время. А там видно будет. О, тут деревья кругом посадили. Они такие, смотри, какое одно дерево прикольное. Такое все в наростах. Просто смотри. Это тебе на вырезалку бы, да, его спилить? Я уже понял. Вон смотри, какой сучок такой голый. Там уже я вижу морду какую-то. Ой, сейчас подойду. Ближе. Кто что? Кто что видит вот здесь вот? Да, прикольно. На какой-то череп смахивает, да? Ну, я понимаю. Но это сучок. А дерево-то не сгнившее. Дерево... Наросты тоже не сгнившие. С чего ты взял? Пошли на обзорную площадку. Посмотрим, где там у нас те башни. Может, когда-нибудь выберемся и туда. Мотнемся. Тут что-то антенн понаставили. Целую кучу. А, там, кстати, антенна 5G стояла. Проходили в деревне. Офигеть. И причем у кого-то на доме. Тут что-то этих сателлиток наставили столько много. Зачем так много? Я не понял. Вообще, куда они идут-то? Это что? Вот те ближайшие дома сюда наставили или кто сюда наставил? Вот кто сюда антенны-то наставил? А представляешь, какой кабель нужен, чтобы даже до ближайших дотянуть? Ну, сейчас выйду. И путь, блин! Чуть не оступился мимо ступеньки. Вон, смотри, сколько антенн. Тут куча. Там вообще, вон, старая какая-то антенна висит, древняя. Ну, тут, говорят, башня была вроде. Как бы. И, типа, с таких башень они могли общаться. Там костры разжигать, там, эти световые сигналы какие-то отправлять друг к другу. Ну, допустим, так, а где у нас теперь Лангенштайн? Вот та гора с башней вот та получается, да? Вот та, наверное, высокая. Я так... Так. Потом... Нет. Это Регенштайн. Это Регенштайн. Та слева Лангенштайн. А вот еще две башни. Две красавицы. Когда-нибудь мы до них, я надеюсь, доберемся. Вон они там. Ну, я их... Когда мы вот этому к замку Бланкенбурга там выползали... И ходили по этому... По стене вот этого Бланкенбурга. Это Бланкенбург там. Не деревенька, это Бланкенбург. И оттуда я их видел хорошо. Но как туда добраться, так я не понял. Скорее всего, ножками, ножками. Где-то вот туда наверх заехать поближе, а потом дальше ножками. Тюк-тюк шагать. Ну, и вот эта деревня, она небольшая тут. Вот так покажу ее сверху. Ну, начало, правда, не видно, деревья мешают. Ну, такая малюсенькая деревенушка. Совсем маленькая. И тут холмы, горы, вот эти хардс пошли туда. Вверх, вверх. А мы сейчас, кстати, отсюда и увидим... А что-то, да, про бинокль забыли. Скалер восходящий. Я же говорю, память. А тут уже, да, тебе... Точно тебе... А тут вот дача там уже, это не деревня. Это все, деревня где-то тут закончилась. Там уже дачки пошли. Дачные участки. Вот она, деревня где-то здесь заканчивается. А вообще красиво, конечно, вот... Смотри, какой хребет интересный. Это вот, я говорю, вот это... Если вот... Так, откуда взять-то, я не знаю. Вот отсюда взять, вот над деревней. Вот он идет. И вот этот хребет такой идет. Я не знаю, как на видео видно будет, не видно. Но сейчас я вот тут, где хребет вообще выделяется хорошо, я приближу. Вот здесь его хорошо, хребет видно. Возможно, тут вот это продолжение той стены бланкенбургской, или как ее дьявольской стеной обозвали. Вот это продолжение. Все туда-туда дальше уходит. Хребтами. И там дальше мы вот за последним хребтом уже ничего не видим. Григорье. Ну, любота, я вам скажу. Красиво. Мне нравится, конечно. Смотри, там стерь такая. Да. Вот горы закончились, бам. Поля пошли. А это, ну, остатки бывшего карьера. Тут все сгребли когда-то. Какие-то... Ну, назовем их... Исполинами, да? Или как их правильно назвать-то? Не знаю даже, как назвать, блин. Так назовешь неправильно. Опять же, у каждого свое понимание. У кого-то Исполины, у кого-то Великаны, у кого-то еще кто-то. Короче. А, вот там вдалеке, вот отсюда хорошо видно сейчас. Хребштадт выглядывает там вот эти... три церкви. Липфраун, кирхи, мартини и собор выглядывают. Ну, по крайней мере, я глазом вижу, но мониторе не вижу нифига. Как всегда, очки надо доставать, одевать. Ну, я думаю, я попал туда. Может быть, видно. Потом сам, конечно, посмотрю. А вроде все, да? Что, вот этот Регенштайн, вот последняя прогулка. Мы, правда, в Регенштайне заходили, там за деревьями. Так, значит, мы едем вот туда на самый верх когда-нибудь. И потом... С точком там-дам-дам-дам и там дойдем. Я думаю, никуда мы там не денемся. По-любому там тропинки есть. Тут же нашли. Несмотря на то, что Илья в другую сторону меня повел. Ну, ничего страшного. Так, куда пойдем? Прогуляли. Илья мне говорил, я его не услышал. Вот тут дверь такая довольно приличная. Туда под беседку. Ну, я говорю, тут башня, скорее всего, была. Не искала информацию, так скажем. Ну, я так понимаю. А теперь понятно, куда там антенны-то идут. Там мы даже не знаем, что там внутри горы этой. Скрыть, если эту дверь и туда пробраться. Тогда, да, наверное, мы что-то увидим. Но это чревато последствиями. И тут тоже калитка на замочке. И туда дальше прохода нету. Даже посмотреть никак. А сейчас я с другой стороны попробую обойти. Может, с другой стороны что-то видно? А? Ты с другой стороны не смотрел там? Не ходил туда? Совсем нету? Я вижу, вон, что-то тропинка туда идет куда-то. А, она в стену упирается. И тут окно продолбленное. Причем тут завалено ветками специально, что ли? Возможно, тут глубоко было это окно. Может, окно и было. Потом раздолбили. Типа не окно тут было, а типа так. Что-то непонятное. Но ветками закидали. Какая-то яма там. Возможно, фиг его знает какой даже глубины. Только надо гадать или откапывать. Тоже будет откапывать, если кто-то тут специально закидывает. Ладно. Пойдем мы дальше. Вот сарай сараем, да? Ну, вот эта кирпично-балочная фигня. Да. А там подвал... Сколько? Метра три, да? Ну, два с половиной три. Ну, около трех метров. Это еще засрано все. Если все очистить, может, и все четыре будет. Еще неизвестно. Вот это вот... Что? Что к чему? Типа так строили, блин. Вот такое окошечко для освещения, да? Типа, или для чего оно было? Ты даже не поймешь, для чего оно было. Поэтому... Ну, короче, мы решили еще это... Куда фонарик себе в карман положил? Я знаю тебя, ты потом прикарманишь. Ха-ха-ха-ха? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Если у меня будут вопросы к тебе, я позвоню. Ха-ха-ха. Ладно. Ха-ха-ха. Да, хорошо. Ты про меня все знаешь. Конечно. Я про всех все знаю. Ха-ха-ха. Ну, решили, короче, это... В церковь пройтись. Что-то у нас... Это, слишком быстро гора закончилась. Маленькая оказалась. Мы не привыкли к таким маленьким горам. там какие-то эти остатки этих статуэток сейчас приблизим там вообще отсюда ничего какие-то вроде как бы даже лица просматриваются что ли с трудом с трудом что-то там видно ну в общем то что то видно так тут пожарная часть я так понимаю а вот это сланцем тут обшита стена слушая сланец он же дорогой да или раньше он пофиг дешевый было часу на дорогу сейчас вообще все дорогое куда не плен блин когда в магазин зайдешь посмотришь так хочется развернуться сразу и уйти 10 грамм 16 10 грамм 16 круто ну смотри как тут окна низко блин по колено блин мне типа так так строили ланда если килограмм взятых знатоки истории напишут что так строили пойдет пошли до церкви в дошли мы до этой церкви интересно вход есть спроси вход или есть у бабульки он не ну может другой стороны открыто не открыто ну как бы она небольшая но я понимаю все равно не маленькая для такой-то деревьев это пошли вокруг обойдем с этой стороны вот с этой пошли посмотрим что тут интересно алё я киргизу ну понятно что закрыто наверно тут местные это знают в какое время по каким дням понятно что она не будет каждый день тут деревня открываться как бы людей за тут мало а с этой стороны вообще прохода похоже нету туда ну как-то она тоже подозрительно стоит такое чувство что у нее что-то глубже должно быть кого-то с где-то под откопали а где-то не не стали него с этой стороны кого-то не стали заморачивать да откапывать а с той стороны откопали ну самое интересное я думаю тут либо по два подземелья подвалах либо на башне опять же как правило не туда не туда входа нету и да как правило бывает за редким исключением вот мы в магдебурге были даже название уже этой церкви забыл там немного по это самое под откопали открыли ну еще с той стороны осталось обойти до пошли с той стороны глянем со стороны башни да может она вообще тут не работает все закрыто на круче и засовы как всегда какие-то малюсенькие окошечки как обычно сверху большие ну и все посмотрели на церковь за штукатуре и у все и стоит она памятником короче все пошли обратно и поехали до дому до хаты на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал!